Должен сказать, что дежурство, особенно боевое, бывает разным, но какой бы вариант ни имелся в виду, оно всегда требует полной самоотдачи. Голландская компания Space Life Origin объявляет поиск добровольцев для рождения детей в невесомости. И судя по тому, что все это предполагается воплотить уже через несколько лет, речь, скорее всего, идет о женщинах. Итак, пристегните ремни, расскажу обо всем по порядку. Авторы затеи справедливо полагают, что если даже не 20-е, то 30-е годы, точно мы с вами столкнемся с тем, что сейчас, пока населяет наше воображение, фантастические книги и фильмы, колонизацию других планет Марса, Луны, для начала возить колонистов туда-обратно дорого, поэтому билеты на первых порах будут только в один конец. При этом мы, откровенно говоря, до сих пор не понимаем и не представляем, я имею в виду человечество, как все же происходит наша репродукция в космосе. И вот тут появляется Space Life со своим предложением. На первом этапе они хотят поместить половые клетки мужчины и женщины вот в такой инкубатор, они назвали его ковчег, запустить его на орбиту, где произойдет их соединение в эмбрион, потом вернуть на Землю и пересадить уже в матку. А году в 2024-м уже на полном серьезе отправить в космос беременную женщину и держать ее там до разрешения от бремени. Все напомню ради того, чтобы понять, возможно ли вообще родить в космосе. Дело в том, что весь этот процесс от его романтического начала до самых родов прямо связан с гравитацией, точно так же, как и развитие жизненных систем и эмбриона. Но если первое можно уладить с помощью каких-нибудь приспособлений, то появление внеземного ребенка будет связано еще и с тонны этических проблем. А сможет ли он вообще жить на Земле? Человек ведь не тритон из эксперимента Фертиль. Французы когда-то изучали размножение земноводных в невесомости. Ведь гомо-сапиенс снабжен совершенно невероятным уникальным организмом, готовым к таким трансформациям, которые нам и не снились. Нам ведь еще со школы вдалбливают мысль насчет рожденных ползать. А вот космонавты точно знают, что освоившись в невесомости, наше тело начинает избавляться от скелета. Зачем он нужен без силы тяжести? Перестает усваиваться кальций, кровь из нижней половины тела перераспределяется в верхнюю. Ноги ведь уже тоже больше в роли плавников выступают. Ну а руки наоборот получают в три раза больше нагрузки. Ими работают и с их помощью плавают по станции. Кстати, только гении советской космической медицины смогли придумать, как людям оставаться людьми после космических полетов и спокойно летать туда-обратно без последствий. Но это отдельная тема. То есть чисто теоретически мы созданы для любых сред, где есть возможность получать кислород, воду и питательные вещества. Но пока мы находимся на Земле, наше тело полностью соответствует силе тяжести. Свои первые девять месяцев мы отращиваем все системы, готовые работать именно в условиях земной гравитации. Как будет формироваться тот же скелет, позвоночник, например, у эмбриона в невесомости? Так же для Земли или с учетом новых водных? Я думаю, развивать эту тему можно вплоть до отправки рожениц в космос, в смысле до бесконечности. Закруглюсь только вот таким наблюдением. Ни одно официальное космическое ведомство этой планеты, Роскосмос или НАСА, подобными вопросами всерьез не занимаются. Видно, что-то знают. Продолжение следует...